Приветствую вас! Я видел, что вы уже задавали вопрос свой, такой вот похожий на этот, но только про то, что у вас депрессия была, и что без алкоголя вы не можете радоваться жизни, вот. Сейчас вы пишете про то, что с женой прожили 20 лет, вот, и, собственно, у вас чувства к ней угасли, осталась только привязанность, она вас любит ужасно, вот, и пишете вы, что боитесь расставаться с ней, вдруг никого больше не полюблю. Вот вы знаете, на мой взгляд, первое, с чего нужно начать, это, конечно, с проблемой алкоголя. То есть алкоголь это, знаете, такое явление в двух возможных векторах, в двух возможных формах. Первое, алкоголь это средство, средство, средство избегания реальности, как таковой. То есть алкоголь помогает, помогает, помогает человеку избегать пряности, любой, даже если ему это реально нравится. То есть, употребляя алкоголь, человек, как правило, просто-просто-напросто сбегает, что называется, в другой мир, если можно так сказать. Человек сбегает в, ну, если угодно, в другое пространство, вот, и уже в этом, другом пространстве, человек начинает как-то, ну, существовать. Вот. Вопрос о том, как он существует, вопрос о том, что он делает и так далее, это вопрос уже совсем другого. Характера совсем другого, значит, порядка. Вот. Это нужно понимать. Обязательно. Дальше. Дальше. Что не менее важно, что не менее важно, это то, что алкоголь демонстрирует, демонстрирует человеку его стремление к саморазрушению. Употребляя алкоголь, человек, как бы, говорит себе, что я недостоин жизни, я недостоин жизни, я недостоин того, чтобы быть счастливым. Употребляя алкоголь, человек, как бы, доказывает себе, или, может быть, показывает, какой он, ну, например, никчёмный. И это, этот факт является не менее важным для того, чтобы человек продолжал употреблять алкоголь. Надеюсь, что этот момент понятно. Таким образом, вам сперва, конечно, рекомендуется бы работать с этими аспектами. Что мешает мне радоваться жизни, скажем так, без алкоголя, что я себе, скажем так, зажимаю. Это очень важный аспект, если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. Следующее. Вы говорите о том, что боитесь, значит, оставить свою жену. Вот. Вы говорите о том, что боитесь, что она вас как-то, ну, либо бросит, либо, там, будет что-то ещё, вот. Значит, делать, ну, скорее всего, негативного. Вот. Всего этого вы боитесь. И меня, как психолога, конечно, интересует то, чего вы боитесь. Вот вы говорите, что я, значит, могу не полюбить другую женщину. Вот. Это отчасти действительно так. Вы действительно можете не полюбить другую женщину. Это верно. Но, давайте подумаем. А что в этом такого страшного? В том, что вы можете не полюбить другую женщину. Почему вас это так сильно-сильно пугает? Чем это вас так сильно пугает? Почему вас это так сильно пугает? Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, ответы на эти вопросы являются, ну, очень важными, если вы хотите понять, что с вами происходит. Мне кажется, что это жизненно важный момент. Далее. Вы пишете о том, что, значит, расходиться с вас снова-то вдруг не полюблю другую. Оставаться вместе тоже тяжело. Вот я бы здесь, конечно, я бы здесь, конечно, предложил, предложил бы вам подумать над тем, что именно вам сейчас тяжело. То есть, что тяжело сейчас во взаимодействие с вашей женой. Она вас вроде как любит, она вроде как, значит, хочет, чтобы вы были счастливы. Вот. Но вы, вы, тем не менее, испытываете проблемы. Испытываете трудности. И меня интересуют, какие. Меня интересуют, какие трудности вы испытываете. Именно здесь и именно сейчас. То есть, тяжесть, тяжесть, основная тяжесть, она в чем? Основная тяжесть, она какая? Понимаете? Вот это, мне кажется, очень важно. Если мы поймем, что именно тяжелого происходит с вами, да, то мы сможем это разрешить. Мы сможем вам помочь в этом. Но еще раз повторю, для этого необходимо с вами работать. И вот, вы уже задавали вопрос свой. Ну вот. Примерно на эту тему. Да, вы тоже задавали вопрос, вы спрашивали, значит, нас о том, вот, что у вас... Проблема, значит, с алкоголем, да, вот, что, собственно, и что вам делать. Вот. И здесь история та же самая. Здесь история тоже та же самая. Вы говорите, что я ищу советы. Но здесь не советы нужно давать. Понимаете? Здесь нужно с вами работать. Психологи. Психологи. Психологи, вы поймите. Психологи не дают советов. Психологи работают, выявляют проблемы и помогают человеку их решить. Вот. Я думаю, что вашу жену бросать пока не нужно. Вот. Я думаю, что, значит, ваша женщина, она достойна лучшего. Вот. Поэтому сейчас, сейчас, то, что вам нужно сделать, это не принимать никаких решений, вообще никаких, а поработать над собой. Поработайте над собой. Ага. Поиследуйте себе себя. И там еще и будет видно. Уже будет видно, что делать, как делать, как лучше сделать для вас. О. И тогда, если, когда вы станете более свободным, тогда вы уже и принято решение. Либо уходить, либо нет. Пока я вижу у вас основная потребность в любви. А вы боитесь, что, ну, что никого не полюбите. Вот. Что не полюбите больше никого. Значит, в любви вы нуждаетесь. А значит, любовь призвана, призвана удовлетворять какие-то ваши потребности. Потребности. Вот какие потребности призвана удовлетворять любовь, нужно выяснять. Когда это будет выяснено, когда вы сами разрешите свои внутренние противоречия, тогда вы сможете контролировать свою жизнь. Без алкоголя и без чего бы то ни было. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Если вам понравился мой ответ, давайтеrepихим антарякет. Я желаю вам всех если бы то так получился. Хаип. Поехали.